Всем привет! После выхода видео про нашу харьковскую птичку, ко мне начали обращаться люди с просьбой купить тех или иных рыбок. Конечно же я понимаю тех людей, у которых нет в городе такого ассортимента рыбок и желание их приобрести после того, как они насмотрелись на такое разнообразие и количество рыбок. Возможно у них в городе такой возможности нет, отсюда и такое желание. Я даже хотел помочь таким людям и организовать пару посылок в разные города, но когда начал искать интересующих рыбок, то столкнулся с небольшими неудобствами. Во-первых, рыбки разнообразны и собрать их в одном месте нелегко. Можно конечно было купить рыбок на птичке, закачать кислородом, отвезти домой, а потом утром отправить новой почтой. Но если так сделать, то я уже рыбкам сокращаю на сутки шанс выжать при транспортировке. Тем более, что сейчас стоит жара, баллона с кислородом у меня нет, поэтому заправить пакеты снова перед отправкой я не смогу. Как вариант, можно конечно отправить поездом, но поезда ходят в разное время и сидеть ждать до вечера на вокзале тоже не особо прикольно. Если же поехать домой, а потом возвращаться на вокзал, то только на транспортные расходы уйдет много денег и времени. И как понимаете, все риски пока я катаюсь с рыбками опять же на мне. Одно дело, когда количество рыбок такое, за которым можно будет заморочиться, а другое, когда это суета из-за 10-15 рыбок. Пока они доедут, то их цена будет реально космической. Как вариант, можно было приехать на разводню и купить рыбок там, но из-за такого количества им это не интересно. Бегать же по замомагазинам и собирать нужных рыбок, я думаю, может каждый и без меня. Если брать рыбок у знакомых разводчиков, то придется тоже побегать, так как просят не один вид рыбок. А это тоже не особо удобно и финансово целесообразно, когда проезд выходит дороже рыбок. Поэтому я думаю, что при таком подходе овчинка выделки не стоит. Но тут меня посетила идея, не знаю, конечно, как она вам понравится или нет, но идея состоит в следующем. Я хочу соединить продавцу и покупателя из других городов напрямую, минуя себя. Чтоб каждый желающий купить каких-то рыбок мог сам позвонить продавцу, которого увидел и понравилась рыбка, и договориться о нужных рыбках, цене и о способе доставки. Так как у продавца есть нужная рыбка в наличии, и он может ее отправить в любое время, ему не надо ее у кого-то ехать забирать, как мне, то это будет удобнее как покупателю, так и продавцу. Я думаю, что это очень хорошая идея, так как помогает продавцу найти покупателя, а покупателю нужных рыбок для своего аквариума без посредников. Те, кто занимаются оптовыми продажами, знают друг друга и давно сотрудничают между собой. Теперь пришло время познакомиться с розничными покупателями. Теперь, наверное, вы думаете, как это я все сделаю. И тут есть два варианта. Первый вариант, это когда я буду очередной раз на птичке, то начну снимать видео и спрашивать у продавцов, какая у них есть рыбка в ширме, на базаре и дома, какая цена, имя и контактный телефон для связи. Тот, кто из продавцов будет согласен все это озвучить, тот, конечно, получит выгоду в виде покупателя. А вы и сами знаете, как хорошо работает сарафанное радио. Когда человек купил рыбок, они ему понравились, и он рекомендует этого продавца своим друзьям, знакомым и так далее. Я знаю, что есть продавцы на птичке, которые смотрят мой канал, и это очень хорошо. Так как можете подумать над моим предложением перед тем, как я приеду на птичку и буду снимать такое видео. Второй вариант, это писать про рыбок, которые есть в наличии. Цену, имя, город и номер телефона. А покупателям можно писать об интересующих рыбках и также указать город, имя и телефон. В идеале, конечно же, лучше всего объединить оба варианта. Что скажете по поводу такой идеи? Возможно, конечно, это полная ерунда, но мне кажется наоборот, что это очень хорошая идея. И надо ее обязательно попробовать. Я считаю, что лучше попробовать и знать, что из этого выйдет, чем не пробовать и потом сожалеть об этом. Возможно, я, конечно, что-то не додумал и не предусмотрел в этой идее. То можете ее дополнить. Всегда рад слышать дельные советы. Читая ваши комментарии, я еще больше убеждаюсь в том, что идея хорошая. Даже после того, как на форуме опубликовали мое видео про харьковскую птичку, то были люди из Харькова, которые говорили, что я показал нашу птичку с плохой стороны. Что люди увидели все не так, как есть на самом деле. И вообще, типа, зачем я это сделал? И после того, как я написал на свои идеи, то мне в личку стали поступать сообщения от форумчан, что это хорошая идея и надо ее попробовать осуществить. Также многие на форуме и под тем видео писали и спрашивали, есть ли те или иные рыбки на птичке и какая их цена. Теперь это все будет наглядно и напрямую. Очень жду обратной связи насчет такой идеи. Поэтому все, что думаете по этому поводу, пишите в комментариях под видео. Жду обратной связи как от покупателей, так и от продавцов. Читая комментарии под видео про птичий рынок, вижу, что большое количество людей спрашивают про название рыбок и цены. Я понимаю их желание, но поверьте, не все продавцы были в восторге от того, что я снимал на видео их отварям. Если бы еще начал спрашивать про название цены, то видео было бы очень коротким. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Теперь все, надеюсь, будет иначе и интересней, полезней для всех. Надеюсь, что моя идея всем понятна. Вроде как все объяснил, поэтому буду заканчивать свое видео. Скорее всего, такое видео будет слишком длинным, потому что предыдущее видео про птичку, где я практически молча ходил, вышло чуть ли не на один час. А если еще и расспрашивать, то это будет на пару часов. И надо будет его делить на несколько частей. Почитав комментарии, я был приятно удивлен, что много людей посмотрели это видео до конца. Вот это действительно сильные и усидчивые люди, фанаты аквариумистики. Респект вам! Если предложение и видео нравятся, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся им на своих страничках в социальных сетях, группах по аквариумистике. Рекомендуем для просмотра своим друзьям, знакомым, а также всем тем, кому может быть интересно это видео. Если каждый разводчик найдет своих покупателей, а каждый покупатель своего продавца, то таким образом мы будем поддерживать аквариумистику и не дадим ей загнуться, как это происходит в других странах и городах. До новых встреч в новых видео. Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует...